Вечернем эфире ТСВ экспертное мнение в студии Алла Горбатенко и Александра Гашицкая. Вчера вечером у нас в городах, в районах случился ледяной дождь. Ледяная корка буквально в считанные минуты покрыла все вокруг. Соцсети пестрили фотографиями обледенелых машин, дорог, тротуаров. Как с гололедицей справились наши коммунальщики и дорожники? С нами на связи Геннадий Горох, заместитель главы госадминистрации Тирасполя по вопросам ЖКХ. Добрый вечер, Геннадий Дмитриевич. Добрый вечер. Сегодня, я так понимаю, у вас были бессонные ночи, так как это все начало происходить вчера. Я вечером выходила на улицу и буквально на глазах произошло. Две минуты и машину нужно полчаса отогревать, чтобы налить со стекол, разморозить. И, насколько я понимаю, именно в это же время вечером должны были активироваться все дорожные службы. И уже выйти на борьбу с гололедом. Вы вообще дома были со вчерашнего вечера? Семья дождалась? Честно, только заехал с утра и переоделся, если честно. И вы правы, вчера где-то без 15,5 начался выпадение этой крупы ледяной. И буквально, да, вы правы, за полчаса у нас город покрылся такой ледяной коркой почти миллиметров 7 получилось. Как на дорогах, тротуарах, так и, в принципе, на машинах. И вообще на всем, куда могла упасть данная крошка. В течение минут 40, наверное, начали выезжать машины, пескоразбрасили по городу Тирасполю. И без 10,6 у нас вышла последний пескоразбрасиль по своему маршруту. Посыпали они все, опять же, по приоритетности магистральные дороги, там, где ходит общественный транспорт. И потом, после посыпки основных своих маршрутов, переходили уже на более второстепенные дороги. Слушайте, а это же сколько народу не спало сегодня всю ночь? Ну, я имею в виду дорожников и дворников. Дорожников, я скажу, с дежурными, наверное, порядка 40 человек не спало. Дворники у нас вышли. И, опять же, выходили дворники по тому, насколько... Ну, каждый дворник видел, как это происходит там в зависимости от, опять же, объема своего участка. Кто-то стоит раньше, кто-то стоит чуть позже. Но у нас с 5 до 6 в город вышло порядка 300 человек. Это дворники из песта хозяйства, так и дворники жуков. Это уборщики жуков, которые жук посыпал внутридоровые территории, это приподъездные части. А дворники непосредственно уже тротуарные и пешеходные зоны. То есть, в таких ситуациях вы, получается, созываете просто все ресурсы, все силы бросаете сразу на... У нас, да, у нас связь не только дорожники из песта хозяйства и жук. У нас есть предприятия, которые тоже опять в таких же чрезвычайных условиях могут оказать содействие. И, согласно распоряжению главы госминистрации, они также выходят непосредственно по указанию своего дежурного, который также назначен на предприятие, и выходят, все в комплекс начинают работать. Но, к сожалению, тот характер климатический, который последний параллель у нас наблюдается в нашем регионе... Я вам скажу, вот даже по течению данной ночи, которая у нас была ночью, у нас в 6 часов выпадение крупы, в 10 повторное выпадение крупы с понижением температуры. Ночью у нас выход температуры почти в ноль, и в 4 часа осадки в виде мокрой крупы, уже такая более она слаженная была, и в 4, опять минус... в 4, где-то в 5 у нас был переход с нуля до минус 4, минус 3, минус 4. В общем, пока город спал, получается, что коммунальщики, дорожники всю ночь боролись вот с этой крупой. Как вообще быть вот в такой ситуации, когда ты только, грубо говоря, посыпал дорогу, да, прошло полчаса, и опять очередная волна вот этого ледяного снега, и получается, что вся эта работа... Работа на смарку, да. То есть, может быть, тогда стоило поспать и только под утро это делать? Как вы вообще определяете последовательность действий? На тротуарах фактически так у нас и получилось, поэтому дороги у нас были с утра более готовы, скажем так, к безопасному трафику, чем пешеходные зоны, потому что машины прошли, та песчано-соляная смесь, которая под действием движения автомобильного транспорта при трении, она более функционально выполняет свои обязанности, а на пешеходных зонах людей меньше, движения меньше, и, соответственно, ее функциональное назначение меньше использует, скажем так, работать, то есть она менее работоспособная. И опять же, при движении машин, опять же, помогают эти последствия, вот от перехода замерзания, размерзания, опять замерзания, то на дорогах происходит более быстрый период, за меньший период времени происходит большая работа этой песчано-соляной смеси. На тротуарах, к сожалению, это не получилось, опять же, потому что дворники, которые вышли пораньше, зачастую, возвращая сначала своего маршрута, уже определяли опять минимальный, но тот же налет уже на той песчано-солейной смеси, которая уже была рассыпана к этому времени. Поэтому, к сожалению, ну, можно назвать чрезвычайной ситуацией, потому что за такой короткий промежуток временной столько переходов, это, но опять же, это не отговорка. Люди вышли, оно было видно, что в некоторых местах люди подсыпали, ну, было видно, что подсыпано. В некоторых местах, я повторюсь, опять же, может быть, не успели, но нельзя охватить весь город Тирасполь, как пешеходные, так и автомобильные дороги и зоны одновременно. То есть есть приоритетность маршрутов и графиков. То есть сначала основной трафик плюс наличие соцобъектов, и потом уже расширение к более-менее загруженным участкам, как пешехода, так и транспортной сети. Поэтому переулки, например, так скажем, переулки, какие-то дворовые территории у нас в более позднем периоде обрабатываются печально-селевой смесью, чем, например, основные магистрали или какие-то там наличие основных пешеходных зон, которые наиболее загружены в часы пик при движении пешеходов. Геннадий Дмитриевич, вы как-то рассказывали вот насчет дворов. Действительно было очень скользко. Я вот выходила в 9 часов утра, и действительно скользко. Хотя видно было, что песочком посыпано, но такое ощущение, что этот песочек вмерз в лед, и действительно было идти очень опасно. Вы как-то говорили, что вы привлекаете добровольных помощников из числа жильцов. Вот на этот раз удалось привлечь? Или из-за того, что это все происходило ночью, на этот раз так не получилось? Ну, я вам скажу так. По сути, люди, те, которые к нам обращались и спрашивали, где можно взять песчано-солевую смесь, это был в основном утренний период, когда люди уже начали выходить на улицу, видят ситуацию, и начинается уже их помощь. А, то есть были такие, да? Были люди, которые звонили, да, спрашивали. Были такие представители коммерческой недвижимости, которые перед своими торговыми точками тоже узнавали, где можно взять песчано-солевую смесь и хотя бы перед своей торговой площадью подсыпать тоже пешеходную зону. Были люди, которые во дворах у нас обращались, говорили, где у нас ближайшая куча, скажите, пожалуйста, мы пойдем возьмем сами. Потому что тоже есть люди, которые входят в ситуацию и понимают, что у нас не город дворников, которые единовременно вышли и в течение 15 минут выполнили полную подсыпку, что, опять же, есть какие-то критерии, какие-то нормы. А есть люди, которые, к сожалению, этого не понимают. И поэтому, опять же, видя те условия, когда за полчаса город покрывается ледяной коркой, они входят в положение тех же коммуначников. У нас коммуначники, к сожалению, не волшебники. Мы в воздухе не ловим эту группу и не топим ее сразу, да. А вот, кстати, про волшебников и ловить снежинки. У вас же есть какая-то связь с синоптиками нашими, я так понимаю? Они делятся прогнозами своими. Как вот это взаимодействие происходит? У нас постоянная связь как с гидрометеоцентром, так и с МЧС. Уже мы не раз говорили, что у нас даже экипажи ГАИ подсказывают дорожникам, где у нас, в каких местах. Где-то бывает, что произошла подсыпка, но из-за того, что отрицательная температура и маленький трафик, какой-то ветер и все прошло на мерзание. То есть фактически работа была выполнена, но спустя какой-то промежуток времени без движения она просто уходит, ну, на смарку, не знаю, если правильно. В общем, ситуация меняется моментально, и отреагировать на все такие вот случаи не нужно. Что касается гидрометеоцентра, были нам предсказаны осадки, но опять же за такой короткий промежуток времени никто не может спрогнозировать в течение получаса обледнения города. Утром, видя ситуацию под Кишневым, мы тоже изучаем ситуацию в наших каких-то ближайших тут регионах. В Кишневе с утра был снег. Мы готовили, что да, снег. У нас были на некоторых машинах уже даже в отвалы установлены, хотя мы сейчас пока работаем чисто пескоразбрасывателями. Мы готовили, готовили, тут пошел опять новый прогноз, что возможно выполнение осадка в виде дождя. То есть технологии разные, да? Да, вот кстати. Абсолютно разные технологии, потому что по снегу работает по одному нормативу и по одному доритму выполнения действий, по гололедесу отличается алгоритм. Поэтому, опять же, в зависимости от того, где мы наблюдаем информацию с инновационных источников, с наблюдения каких-то наших, каких-то социальных сетей. Опять же, Кишинев, снег, все, пошла подготовка по снегу. Наш гидромедиа-центр, у нас переход в дождь, все пошло. И тут пошло понижение, температура резкая, и дождь превратился в ледяную крошку, по сути, получилось. Но, опять же, люди же все у нас грамотные, поэтому тоже можно анализировать ситуацию по мере того, как бы, будучи автолюбителем, тоже, что ты же передвигаешь, ты видишь, как меняется внешняя ситуация. Тоже надо корректировать скоростной режим движения. Может быть, где-то уменьшать маршрут или где-то исключить какое-то передвижение лишнее по городу, которое ненасколько сейчас важно. Так же и пешеходы. Ну, надо входить в положение, опять же, потому что мы все видим, и как бы каждый должен о себе заботиться тоже, а не идти на какие-то риски неоправданные, и потом кого-то об этом обвинять. Вот, кстати, мы сегодня заметили, что очень многие автовладельцы оставили свои машины возле домов, не решились ехать на машине, рисковать, да, и поехали общественным транспортом. Еще вопрос, что на следующей неделе мы знаем по прогнозам вроде бы потепления, что на выходные нам синоптики обещают, все-таки вы с ними более связаны, что вам по прогнозам, будут такие же тревожные выходные или можно расслабиться уже? Ну, пока, к сожалению, нам обещают такие же, да, качели погодные, да, поэтому, как бы все люди, ну, сейчас скажу, вот люди, дворники на данный момент еще продолжают работать, это я точно могу сказать, дорожники у нас два часа, как ушли по домам на отдых. Сейчас работает ремонтная база, которая, если какие-то неполадки возникли в течение рабочих часов по россыпи, по СС, сейчас работают ремонтные базы, скажем так. Так, дворники уйдут, уходят опять же на отдых и по необходимости уже дежурный их поднимает и работаем в дальнейшем. Ну, к сожалению, такая у комнатчиков работа. Да, в общем, у вас спереди еще... Будем надеяться, что эта необходимость не настанет и все-таки будет как-то уже поспокойнее у нас. И выходные пройдут поспокойнее, да. Уже выпал бы снег, наверное, мы бы были спокойнее и как-то было бы намного... Я думала, дорожники не мечтают о снеге, а наоборот, хотят там, чтобы осадков не было, например. А вы тут о снеге. Зима должна быть зимой, по идее, поэтому... Все, спасибо вам большое. С нами на связи был замглавы госадминистрации Террасполя Геннадий Горох. В Рыбницком районе к очистке дорог привлекают внештатных дорожников. Это местные сельчане, которые выходят на дорогу и чистят. Как это все происходит, сегодня отправилась в Рыбницкий район наша съемочная группа. И с нами на связи сейчас наша коллега Яна Раховская. Яночка, привет! Девочки, привет-привет! Из Малого Малокиша. Как там погодка, Яночка? Как дороги? Слушайте, девочки, на самом деле здесь минус 2 сейчас. Утром было где-то минус 5. Хочу сказать, что здесь намного холоднее чувствуется этот морозец, потому что все-таки север. Здесь вот эта холмистая местность ощущается намного холоднее, чем в Террасполе, откуда мы приехали. Дороги очень скользкие в Террасполе, а здесь, в Рыбницком районе, я хочу сказать, что все прекрасно, потому что здесь работают, как вы уже сказали, внештатные дорожники. И они сегодня... Да, насколько мы знаем, ты уже отпустила дорожника, с которым ты разговаривала домой. Почему он не дождался связи с нами, убежал? Слушайте, у внештатных дорожников очень много дел по хозяйству. Они в 4 часа просыпаются, в 5 они идут рассыпать песчано-солевую смесь по дорогам. Пару часов они трудятся, и дальше вот мой знакомый Владимир Ткач, с которым мы сегодня общались, он пошел кормить гусей, коров доить и кормить своих питомцев, остальных собачек и кошечек. Поэтому он с нами уже здесь не присутствует, он уже там выполняет дела другие по хозяйству. Яночка, а как это вообще все происходит? Как они узнают о том, что нужно идти вот сейчас посыпать дорогу? Я так понимаю, если хозяйство, это, наверное, нужно рано утром проснуться, чтобы покормить своих питомцев, и заодно, как, увидел, что дорога скользкая, нужно хватать песок. Лопату и бежать. И тут тоже такой вопрос, что же хватать сначала песок, чтобы дорогу обезопасить или все-таки животину кормить? Да. Слушайте, здесь самый простой способ, как они мониторят, они просто выходят во двор, смотрят, что лужи немного подмерзли, значит, гололед на дорогах гололедится, значит, нужно брать лопату и выходить. Здесь каждые 200-300 метров кучки песка, это дорожная служба проезжает, высыпает, оставляет, так сказать, эти кучи с песчаной солевой смесью, дорожники выходят с лопатой и начинают посыпать. Вот так это, собственно говоря, и происходит. Если вдруг песок заканчивается, они звонят мастеру в рыбницу и сообщают, что да, нам нужно заказать еще песка. На следующий день уже стоят новые эти самые кучи песчаной солевой смеси. Слушай, ну вот за твоей спиной я вижу такой, дорога идет в гору, да, то есть вот это, наверное, самый опасный участок при въезде в село, да, получается? Это одна из таких самых опасных дорог и одна из самых активных и оживленных, потому что по этой дороге много, действительно много машин. Хоть село, да, небольшое, здесь немного человек живет, но вот сколько мы снимали около часа, здесь несколько десятков машин уже проехало. И здесь школьные автобусы отвозят детей в школу, которая здесь в нескольких минутах находится в селе. Поэтому действительно дорога нужная и дорога уже не скользкая, потому что песка действительно не жалеют. Мы так заметили с моим оператором, что вот в этом селе больше всего песка насыпает. Потому что работает человек, а не машина. Яночка, ты говоришь, ты час находишься на улице, да, и перед тем, как мы вышли на связь, ты говоришь, я тут уже, ребят, поприседала, немножко размялась, чтобы хоть согреться и иметь силы говорить с вами. Как согреваются дорожники, вот эти сельчане, которые выходят и ночью в холод посыпают дороги? Я спросила, задала этот вопрос, я говорю, вы как заряжаетесь? Мало того, что они одеты очень легко, у них нету варежек, у них нету каких-то теплых, не знаю я, пуховых платков, курточек. Нет, они очень легко одеты, они говорят, мы привыкли. Мы с 4 утра всегда каждый день трудимся, зимой, весной, летом, когда еще больше работы, они привыкли к труду, и поэтому они не мерзнут, летом им не жарко, зимой им не холодно. Они согреваются, вот не знаю, вот такие здесь люди в селе. Я говорю, может вы музыку какую-то слушаете, заряжаетесь, потому что в хорошем настроении они все, все улыбаются, и все довольны, это их подработка. Один из наших героев работает в сельском совете разнорабочем, второй пока без работы, и они говорят, что это их сезонная подработка, и они этому очень благодарны, что она у них есть, что они не сидят просто так дома, не лежат на диване, а выходят и делают какую-то такую благое дело. Яночка, вот он выходит, да, что он прежде всего посыпает, и какой у него участок, там, я не знаю, километр, два, три, сколько же это ему приходится по времени ходить, чтобы рассыпать вот эти кучки по дороге? Несколько часов, чем быстрее он работает, тем быстрее он выполняет работу. Нет такого, что их кто-то контролирует, в 5 утра, там, допустим, с 5 утра до 11 часов утра ты должен быть на таком-то участке дороги. Такого нет. Все здесь на совесть выполняется. Человек видит, что здесь есть лед, нет песка, он берет лопату, он высыпает песок на этот лед, чтобы было безопасно водителям. И в каждом селе по несколько таких внештатных дорожников. Где-то один дорожник, где-то их два, где-то их три, в отличие от размера села. Пока ты добиралась вот в Малый Малокиш, вы же проехали много попутно населенных пунктов еще, как вообще дороги, какие ощущения у тебя, у водителя? Ну вот мы с водителем нашим разговаривали, он нам сообщил, что все, и мы сами заметили, что все встречные автомобили двигаются не спеша, нету скоростей. Двигаются не спеша, никто не прибавляет сильно скорость, потому что действительно дороги очень скользкие. В Григориополе мы остановились, увидели дорожную службу, что там они уже что-то посыпают в центре города. В остальном действительно, ну что сказать, скользко? Скользко. Слушай, ну получается вот в таких вот подъездам к селам, когда люди выходят в 4 утра, возможно, даже раньше дорожников вышли. И мне кажется, это огромная ответственность. Наверное же сельчане говорят им, о, вот ты сегодня тут плохо подсыпал, мне было тяжело ехать, а вот сегодня ты молодец. Есть такая вот обратная связь с сельчанами? Я встретила здесь одного местного жителя, я не знаю, куда они все отбежались, и он поблагодарил, поблагодарил этих внештатных дорожников, потому что действительно выполняют, я на них говорю какие-то, что они супергерои, потому что они выполняют реально какую-то очень нужную миссию. Потому что пройти было, ну просто невозможно, если бы не они. А сейчас, хотя какой склон, смотрите, можно хоть санки взять и проехаться, а уже не проедешься, потому что уже не скользко. Яна, вот он делился с тобой, как часто ему приходится в последнее время, ну скажем так, это у нас в Тирасполе было так, более-менее сухо, сегодня вот гололезится. А на севере, как часто ему приходится вставать в 4 утра и выходить с лопатой на дорогу? Стоп, 2 секунды, дай мне руки просто замерзли в хлам. Сейчас, подожди, подержи. Сейчас разомну руки. Не быть себе внештатным дорожником. Вот он, ты. Возьми в руки лопат. У тебя замерзли руки, держать камеру сколько минут? Если бы я махал этим телефоном, это было бы нормально, а так застыл в одной позе. Сейчас, 2 секунды. Лопаты нету рядом. Мы городские, мы не такие натренированные. Это гололедица и гололед. Мы эти новости слышим, сколько? Последние 3-4 дня в Тирасполе гололед и гололедица есть. А вот здесь, на севере, а именно в Маломалокеше, нам рассказали наши новые знакомые внештатные дорожники, которые, что здесь гололед уже где-то 2,5 недели. Вот они с начала января выходят и постепенно, потихонечку подсыпают дороги. Потому что, да, у них уже даже с конца декабря уже скользко. Спасибо, Яночка. Идите, грейтесь. Поскорее возвращайтесь обратно. Безопасной вам дороги. Сегодня с 7 до 11 утра в столичную травматологию обратилось людей в 5 раз больше, чем обычно, чем, допустим, день накануне. Около 30 человек за вот эти несколько часов пришло с вывихами, переломами и ушибами. Все они жертвы гололедица. Наш следующий гость, заведующий травматологией Бендерской центральной полиции Александр Рудичук. Добрый вечер. Добрый день. Александр Николаевич, как вы провели вот этот день? Много гипса наложили? За сегодня в травмпункт обратилось примерно в половину больше, чем в предыдущие сутки. Сказать, что был наплыв в разы больше, мы не можем. Ну, наполовину больше это тоже как бы... Да, рост, конечно, очевиден. Думаю, большое количество пострадавших обратится еще и в последующие дни, потому что далеко не все обращаются сразу же после получения травм. Вот наша съемочная группа сегодня была в столичной травматологии, и там среди людей, ожидающих в очереди, большая их часть, вот даже подавляющее большинство, можно сказать, это пенсионеры. Вот у вас также в Бендерах обращаются чаще пенсионеры, с чем это вообще связано? Да, конечно, большая часть обратившихся и в травмпункт, и проходящих в дальнейшем стационарное лечение, это люди пенсионного возраста. В первую очередь, конечно, с возрастными особенностями организма, костной ткани, особенно у женщин старше 60 лет. Ну и в целом с нарушением скорости реакции, координации движений. Вы сказали, что не все пострадавшие обращаются в первый же день в травмпункт. С чем это связано? Не так болит? И вообще вот, может быть... И чем это опасно вообще, не обратиться сразу за помощью? Во-первых, чем опасно, да. И скажите, на что человек должен обратить внимание? Какая боль должна быть, чтобы это было сигналом к тому, что нужно бежать срочно в травмпункт или вызывать скорую? Чтобы потом не было тяжелых последствий для здоровья? Да, да, да. Вопреки распространенному мнению, далеко не всегда все переломы, все нарушения целостности костей проявляются сильными болями. И зачастую мы слышим рассказы о том, что движения сохранялись в пальцах или стопами. Пальцы шевелились, да? Да, способность ходить сохранялась, опороспособность сохранялась. Но это не говорит о том, что нет серьезной травмы, нет нарушения целостности костей. То есть при некоторых переломах сохраняется способность передвигаться, нет сильно выраженных болей. И пациент не приходит сразу же после возникновения травмы. Приходит спустя сутки, двое, а то и дольше. Ваш совет, что делать? В первую очередь после получения травмы, конечно же, обратиться к специалисту в травмпункты. Травмпункты работают круглосуточно. Круглосуточно работают рентгенов-кабинеты. И всегда можно квалифицированно выставить диагноз и оказать помощь. Позднее обращение чем чревато? Это возникновение выраженных отеков, возникновение нарушения кровообращения, вследствие этого повреждения кожных покровов. Ну и, естественно, ухудшение прогноза, удлинение периода восстановления. Интересно еще, как правильно обращаться? Я вот вижу, что многие в лечь городок, в травмпункты обращаются, допустим, идут своим ходом. Или, например, там вечером случилось, подвернул ногу, ну куда же я вечером пойду, я обращусь уже лучше утром, ждут до утра. Другие поступают иначе, они вызывают сразу скорую помощь. Вот как вообще правильно? Можно ли встать и пойти, дойти самостоятельно или все-таки дождаться специалисты? Потому что, ну, насколько я понимаю, есть же разные виды переломов, да? И, наверное, перелом без смещения, как-то неаккуратно поднявшись, например, да, с переломом ноги, можно превратиться в что-то более серьезное? Перелом без смещения при определенных условиях, там может произойти вторичное смещение и течение процесса усугубится. Касаемо того, когда обращаться к врачу, мое мнение, естественно, как можно быстрее. А вот как добраться? Конечно, если травма нижних конечностей, то своим ходом вряд ли получится. А стоит вообще менять положение тела, подниматься, какие-то, ну, действия производить? Или лучше, может быть, вот где упал, там и остаться и звонить скорой, чтобы врач... Или просить, чтобы кто-то мимо проходящий вызвал? Ну, мне трудно однозначно сказать про такие случаи, потому что на самом деле происходит все очень по-разному. Иногда мы видим пациентов с действительно тяжелыми травмами, со скотчными переломами, которые своими ногами, либо с помощью родственников, друзей добираются до травмпункта. И в противоположные случаи, совершенно незначительные травмы, ушибы, растяжения, ну, пациенты вызывают скорую помощь, и скорая помощь всех доставляет в травмпункт. Поэтому главный принцип это, как можно быстрее добраться до травмпункта, а уже каким образом... Второй вопрос, да. ...не имеет значение. Конечно, кому как позволяют собственные какие-то возможности, способность терпеть боль и так далее. Но главное это то, что пациент может быть абсолютно уверен, что если он не имеет возможности сам добраться, да, если ему не позволяет это его физическое состояние, смело можно вызывать скорую помощь, он будет доставлен в травмпункт. С переломами рук и ног более-менее понятно, да, ты видишь, что твой сустав начинает опухать или там принимает неестественную форму, тебе боль сжимает, разжимает, ну, в общем, есть какие-то признаки, по которым, в принципе, легко понять, что что-то идет не так. А если это травма головы, ну, то есть ты упал, ударился, встал, да, у тебя есть шишка, ну, как будто бы, в общем-то, все в порядке. Кто обращает внимание на шишки? Надо ли тебе медицинская помощь? В любом случае, если травма головы, нужно обращаться к врачу или нет? Если после момента травмы, либо сразу, либо спустя какое-то время, но не очень большое, сутки-двое, возникают какие-то явления, которых раньше не было, тошнота, головокрушение, работа, слабость, непонятная сомливость, то, конечно же, нужно обращаться. Сегодня история у многих, упал, очнулся гипс. Что чаще, вот по статистике, ломают люди? Руки или ноги, именно в гололед? Или какие-то другие части тела? Ну, на самом деле, что в гололед говорится, что без этого? Самые распространенные травмы – это травма лучезапястного сустава, да, так называемый перелом луча в эпичном месте. И травма голеностопного сустава, перелома различной воды. Спасибо вам за этот разговор. Будем надеяться, что травм будет все меньше и меньше. С нами на связи был заведующий травматологическим отделением Бендерской центральной больницы Александр Рудичук. Ну, это была программа «Экспертное мнение». Сразу после нас смотрите новости. Самое важное и интересное событие дня. А завтра итоги недели подведет программа «Отражение». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова